Всем привет, с вами Дваска и сегодня очередное мое видео по игре World of Tanks. Надеюсь, сегодня будем рассматривать конкретную ЛБЗ, которая вызывает небольшие затруднения. Итак, танк у нас Т-55А, сейчас я продолжаю его проходить. БЗ у нас ЛТ-7. Легкие танки, 7 ЛБЗ. Обнаружить имение трех САУ противника, нанести им урон или любые критические повреждения. Вот суть нашей ЛБЗ. Второстепенное задание выжить в бою или победить в бою. Итак, нам надо... Ну, я вижу три сложности в этом ЛБЗ. Во-первых, она очень рандомная. Обнаружить не менее трех САУ противника. То есть в бою должно быть 3 САУ. Ну, тут должно вам повезти, чтобы там как-то ВБР сошелся клином, чтобы все-таки были в бою 3 или 4, 5, я не знаю, там, арт. А это довольно непросто. Иногда бывает 0, 1, 2 арты, и вам приходится просто ждать. Во-вторых, вам нужно их обнаружить. То есть ни один из ваших союзников не должен раньше вас обнаружить эти арты. Тоже как бы проблемка рандомная. Ну, может, вас могут убить. Вы не сможете обнаружить эти арты, если они даже будут в бою. Потом кто-то из союзников может обнаружить одну из трех. То есть вам уже не зачтется, вы третью не обнаружите. Кто-то может убить одну из этих трех, или вет, или все арты, до того, как вы, обнаружив их, нанесете по ним урон. То есть есть проблемы рандомные, которые, как я думаю, вносят сложность в нашу игру. И это очень-очень корявая ЛБЗ, хочу я вам сказать. И она рассчитана на везение. Должны как-то звезды сойтись, чтобы вам повезло. Потом вам нужно нанести, конечно же, урон по этим трем артам. И с этим, конечно же, есть проблема. Потому что эти три арты могут вас быстрее убить, прежде чем вы нанесете по всем трем урон. И так, на чем же проще всего сделать это ЛБЗ? На каком танке? В первую очередь я бы сказал, что проще всего сделать на восьмерках. Потому что на десятых уровнях очень много арты. И именно по три арты довольно часто попадается в бою. Поэтому на восьмых ЛТшках проще всего сделать ЛБЗ. Ладно, ЛТшку выбрали. Арты у нас три. Мы их обнаружили. Надо нанести урон. И тут следующий мой совет. Я вам рекомендую взять барабанную ЛТ. Например, что у нас? 13.90. На нем проще всего наносить урон. Потому что у него есть барабан. То есть вы заезжаете в кучу арты. Они, допустим, стоят кучкой. Одну, вторую, третью. Разрядили три пульки в эти три арты. Ну или, допустим, у вас там рикошет произошел. Вдруг у вас в барабане сильной еще наверняка есть снаряды. Вы там четвертым снарядом наносите еще один шот. И выполняете этот ЛБЗ. Если вы на однозарядном танке, то это гораздо сложнее сделать. Пока вы нанесете в одну арту урон. Эти коричневые друзья могут развернуться. И сделать вас в шот. Могут вас просто ваншотить. То есть все, что угодно может произойти. Поэтому на однозарядном танке больше рандомности. Присутствие для данного ЛБЗ на барабане. Гораздо больше шансов выполнить эту задачу. То есть 13.90 как бы здесь я бы сказал, что это идеальный танк для этого ЛБЗ. А в целом, как я выполнил этот ЛБЗ, мне просто повезло. В бою карты сошлись. Я даже не заморачивался смотреть, что там, какие задания в ЛБЗ. Просто случайно выполнил. Я вам тоже желаю того же. Не заморачиваясь, вы выполняете случайное ЛБЗ. Если хотите заморочиться, 13.90 вам в помощь. Желаю побольше вам удачи в боях. У меня на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дваска. И всем пока.